Здравствуйте, я Владимир Банчиков и как обычно по средам я расскажу вам о том, что пишут свежие газеты. Безумный полководец, только МК мог выйти с таким заголовком, а в МК его мог придумать только Станислав Белобородов. Так он назвал главного вдохновителя и организатора митингов в защиту БГУ Аркадия Зарубина. В статье главред МК выдвигает довольно интересную гипотезу о том, что с помощью социальных волнений и лозунгов на грани экстремизма кто-то сливает главу республики Вячеслава Наговицына. Ведь в Кремле очень внимательно следят, насколько главы регионов контролируют ситуацию на местах. На этом фоне очень любопытно поведение мэра Лануде, из окружения которого Аркадию Зарубину поступило предложение о сотрудничестве. Зачем Галкову Зарубин? Чтобы в очередной раз взорвать общественное мнение, можно даже предположить, кому бы досталась бомба. Разумеется, тому, кто остается максимально уязвимым для критики, на ком лежит груз ответственности за все, что происходит в регионе. То есть Вячеславу Наговицыну. Кстати, с этой гипотезой согласен и сам герой статьи. Более того, он предположил, почему Галкову может быть выгодно сливать Наговицына. Это предложение было для меня неожиданным. Первая моя реакция, я в такой растерянности находился, просто не ожидал, что эти люди могут мне предложить после того, как я открыто в прессе высказывался, не очень одобрительно на деятельность Галкова. Естественно, Галков, поскольку хочет, я практически в этом уверен, что он хочет стать главой Бурятии, он понимает, что, наверное, Зарубин один из тех, кто может эффективно ему помочь к достижению его цели. Еще одна интересная статья в МК посвящена грядущим сокращениям в правительстве. Как известно, на волне кризиса президент Путин распорядился умерить аппетиты чиновников. В Бурятии поставлена задача сократить расходы на госаппарат на 140 миллионов рублей. Понятно, что будут сокращать не блатных, а простых клерков. В этой связи у автора статьи Дмитрия Родионова родилось предложение. Если необходимо сэкономить 140 миллионов рублей, то гораздо проще и безболезненнее уменьшить на 50% доплаты госпенсиям бывших чиновников, на что расходуется из бюджета 280 миллионов рублей в год. Если бывшие министры-пенсионеры сегодня получают пенсию более 200 тысяч рублей, то сокращение им доплат в два раза не вызовет особого ропота, но сэкономит искомые 140 миллионов. В отличие от массового увольнения простых служащих, у которых есть семьи и дети, и самое главное, малых шансов на то, чтобы найти работу по профессии. Ну и напоследок интересный материал номер один о нашем местном Кулибине. В Бурятии немало самородков-кулибиных, сочиняющих в личных мастерских различные механизмы и приборы. Один из них улан-уденец Виталий Серов. На идею меня натолкнул кризис, рассказывает Виталий. Бензин, газ, дрова, уголь, все дорожает. Задумался о дешевом горючем материале, который можно получать самому. Тут пришла мысль о водороде. Он может использоваться как бытовой газ. При этом его источник практически не иссякаем. На этом у меня все. Пойду воду пожгу, а то холодно что-то. Увидимся через неделю.